Если бы ухаживание зашло дальше встреч, сначала свидание, затем обручение, которое должно было помешать девушке отдать своё сердце другому. Но вечно продолжать обман было невозможно. Вымышленные поездки во Францию были довольно затруднительны. Представлялся один путь — закончить дело таким драматическим образом, чтобы этот конец оставил неискладимый след в душе девушки и на долгое время сделал её равнодушной к ухаживаниям мужчин. Отсюда требования клятвы верности, намёки на возможность катастрофы — и это всё в день свадьбы. Джеймс Винди Бэнк хотел, чтобы мисс Сузерленд была так связана с Госмаром Энджелем и оставалась в такой неизвестности насчёт его судьбы, чтобы по крайней мере 10 лет сторонилась мужчин. Он проводил её до дверей церкви, а затем исчез при помощи старой уловки, вошёл в карету через одни дверцы, а вышел через другие. Я думал, что так развертывались события мистера Виндерберг. Наш посетитель успел тем временем овладеть собой. Он встал со стула с холодной усмешкой на бледном лице. «Может быть, это так, а может быть и нет, мистер Холм», — сказал он. «Но если вы так умны, то вам бы следовало знать, что в настоящий момент закон нарушаете вы, а не я. Ничего наказуемого законом я не сделал, но вы, заперев меня в этой комнате, совершаете уголовно наказуемое действие. Насилие над личностью? Да, закон, как вы говорите, не может вас коснуться, — сказал Холмс, отперев и распахнув на стеж дверь. «Хотя вы заслужаете самого тяжкого наказания. Если у этой девушки есть брат или друг, он должен избить вас хлыстом. Это не входит в мои обязанности», — продолжал он, вспыхнув при виде злой усмешки на лице Виндербанга. «Но я доставлю себе это удовольствие». Он шелкнул, чтобы взять со стены хлыст, но не успел протянуть руку, как послышался стук стремительных шагов по ступенькам лестницы. С шумом захлопнулась тяжелая входная дверь, и мы увидели в окна мистера Виндербанга, бежавшего по улице. Хладнокровный мерзавец! «Ай!» — сказал, смеясь. «Холмс. Этот молодчик будет катиться от преступления к преступлению, пока не кончит жизнь на виселице. Это дело в некоторых отношениях не лишено интереса. Я не вполне понимаю ход ваших рассуждений», — заметил я. Мне с самого начала было ясно, что этот мистер Госмар Энджель совсем своим странным поведением преследует какую-то цель. И как же очевидно было и то, что единственный человек, кому это происшествие могло быть на руку, был очем девушки. Тот факт, что эти двое никогда не встречались, также наводил на размышления. Темные очки, странный голос и бакенбарды накладывали на мысль о маскировке. Мои подозрения подтвердились тем, что подпись под письмами была не от руки. Это, конечно, заставляло думать, что его почерк был хорошо знаком, мисс Сузерлен. Вы видите, все эти отдельные факты указывали в одном направлении. А как вы их проверили? Это было нетрудно. Я знал фирму, для которой работал очем девушки. Я взял описание внешности данного объявления и, устранив из него все, что могло быть отнесено насчет маскировки, бакенбарды, очки, голос. Послал его фирме с просьбой сообщить мне, соответствует ли это описание какому-нибудь из коми-вояжеров фирмы. Я уже заметил особенности пишущей машинки и написал Виндебенгу по служебному адресу, приглашая его зайти сюда. Как я и ожидал, ответ он отстукал на машинке, шрифт которой обнаружил те же мелкие, но характерные дефекты. Той же почтой и получил письмо от фирмы Венгаус и Мэрбэнг на Флетчер-стрит. Мне сообщили, что мое описание во всех отношениях соответствует служащему фирмы Джамсу Виндебенгу. Вот и все. А мисс Сузерленд? Если я ей скажу это, она мне не поверит. Вспомните старую персидскую поговорку «Опасно отнять у тигрицы тигренка, а у женщины ее заблуждение». У Гафиза столько же мудрости, как у Горация, и столько же знания жизни. Благодарю вас, друзья, за прослушивание и просмотр. Рассказ окончен. А что будет дальше, узнаем с вами в следующем видео. Спасибо. До новых встреч.